Скажем таки, совсем революционно новых, наверное, нет. Одна очень важная встреча у нас еще впереди, это семинар насчет реформы образования. Я думаю, что там все-таки от учителей и экспертов образования мы узнали чего-нибудь такого, чего мы раньше не знали. В общем, получили подтверждение тому, что проблема местного самоуправления с финансированием местного самоуправления это проблема настолько серьезная, что волости, особенно маленькие, ведные волости, конечно, уже не справляются с их задачами. И это одна из вещей, о которых социал-демократы неоднократно говорили. И нам, конечно, очень приятно, что на местах нас в этом смысле поддерживают. Скажите, пожалуйста, идеи хорошие для Ядовирума звучат и от коалиционных, и от оппозиционных партий. То есть нельзя сказать, что тут вообще ничего не предлагается. Но где, на ваш взгляд, или на взгляд вашей партии, тот Архимедов Рычак, который может все-таки изменить ситуацию? И почему, несмотря на обилие хороших идей, она до сих пор остается плохой? Ну, я думаю, что проблемами региона занимались, почти не занимались, очень долгое время. Теперь потихонечку ситуация все-таки меняется. То, что принято как план развития, Ядовирума уже хоть что-то показывает, хотя сейчас финансирования на этот план нет. В коалиционном договоре есть кое-какие пункты. Для нас очень важно получить информацию здесь. Я, конечно, с регионом знаком более хорошо, но одна из задач была как раз привезти всю нашу фракцию сюда, чтобы и остальных ознакомить с проблемами. И в парламенте мы, конечно же, будем эту тему все время поднимать. Уже неоднократно разные обещания, которые в коалиционном договоре про Ядовирума. Эту тему поднимали, вопросы у министров спрашивали. Поэтому думаю, что это одна из главных таких задач всех депутатов от Ядовирума все-таки гарантировать то, что этот регион не забудут, что проблемы региона будут в Таллине и на Томпе все-таки одним из приоритетов, поскольку, конечно же, социальные проблемы с безработицей и так далее здесь очень-очень серьезно. Какие законодательные инициативы или законодательные инициативы, самые важные для именно Ядовирума в ближайшее время, предполагаются со стороны социал-демократов? Ну, итог нашего визита мы будем подводить, конечно, сегодня, завтра и в понедельник. Поэтому еще точно сказать невозможно. Моя тема, с которой я занимаюсь, это тема интеграции, проблемы языка и гражданства. Здесь кое-какие проекты у нас готовятся. И, в общем, конечно же, большинство из проблем отдельных законов не требует. Надо просто политическая воля для того, чтобы уделить больше внимания региону и, конечно же, больше финансовых средств. Что Вы можете пообещать для решения одной из самых главных проблем региона, проблем безработицы? Ну, проблема безработицы, конечно же... Вы решили новые рабочие места? Ну, да. Но при рыночной экономике, конечно, государству сложно напрямую на это влиять. Но одно из обещаний в коллекционном договоре – это поддержка со стороны Фонда развития предпринимательства. ИАЭС. ИАЭС, да, для Идавирума. Сейчас совсем не ясно, как это будет делать, на каких основах и кому. И отслеживать прием этого указа правительства мы в парламенте будем, будем эту тему поднимать и пытаться добиться какого-то компромисса или консенсуса насчет этого. Потому что, ну, это одно из главных таких рычагов, которым государство на это влияет может. Не секрет, что за каждой политической партией стоят определенные экономические круги. И, соответственно, их интересы партия в том числе и выражает, с другой стороны, пытаясь как-то найти пути к избирателям. Какие экономические круги заинтересованы в программе социал-демократов? Я думаю, что Эстония все-таки движется в общем, в такой более цивилизованном направлении, где нет прямых экономических интересов за интересами партии. И наша партия, прежде всего, все-таки стоит за идеей сбалансированного развития общества. Если каким-то экономическим интересам какие-то компании или предприниматели согласны с нами, что будущее Эстонии – это социал-демократия, то они вправе нас поддерживать, могут не поддерживать. Поэтому, ну, так напрямую сказать, что за нами стоит какой-то конкретный экономический интерес, конечно, нельзя. Вы, я верю, много пенсионеров, и у них свои заботы. Вы встречались в этот раз с пенсионерскими кругами? Я лично нет, но наша фракция встречалась, да. Что Ваша партия обещает пенсионерам? Итоги этой встречи я не знаю, потому что я еще с этими людьми не встречался, которые там были. И, чего наша партия обещает, это то, чтобы у нас, в общем, была более справедливая система пенсии, в том числе, поскольку наше население стареет, и при нынешней системе мы просто ее не сможем никак финансировать. И, конечно же, здесь говорить в прессе и журналистам о том, что мы поднимем пенсию, очень-очень красиво, но мы пытаемся все-таки таких заявлений не делать. Это тема очень техническая, сложная, и поэтому ее надо обсуждать все-таки очень серьезно с экспертами, как точно там ставить индексы пенсии и так далее. И поэтому мы таких заявлений в прессе не делаем, что мы поднимем пенсии, потому что пенсии у нас и так поднимаются по закону, связанные со средней зарплатой. Визиты депутатов в регион – одна из форм общения с избирателями, канал связи с избирателями, но не единственный. Есть ли в Вашей практике личной или в практике Вашей фракции все-таки более постоянный канал для общения с избирателями и жителями, которые могли бы, ну, грубо говоря, чуть ли не ежедневно свои проблемы до Вас доносить, а не только во время приезда? Ну, у меня есть своя интернет-страница, где я все время, в принципе, отчитываюсь перед избирателями. Ну, пишу о том, что происходит в парламенте и о разных проблемах. Мне можно писать, можно звонить. Это контактные данные депутатов все публичные на странице Риги Когу есть. Поэтому это ради Бога. Вы не отфутболите, не скажете, что, слушайте, это не от этого разбираетесь с местными властями и так далее. Нет, сейчас, конечно, у меня есть проблема, что я не успеваю отвечать на все письма, которые мне приходят, потому что работа очень интенсивная, но все-таки пытаюсь отвечать на все вопросы. Если я сам не умею, тогда пересылаю их кому-то у нас во фракции, кто в этом больше разбирается. Спасибо.